Катя Катя Но минус 20, между прочим Мороз, отличный Какой же май стоит на Украине? Вот я подумала Ты делаешь сейчас работу Добровольно взятые на себя обязательства Такие Времени второй час Да? Который час? Двадцать и вторую Вот, я как чувствовала Да и Виктор Ивич сидит, старается, верстает Мы крещены в одной большой купели Откуда же свинца смертельной ливень? Все-таки это очень круто, когда снимаешь двумя камерами Вот, я сегодня видела Ты одну поставила стационарно, а с другой ходил, да? Угу Даже с утрами как-то уже все привыкли, да? Что ты, самое значимое событие, делаешь фильмы Вот такую мы общественную нагрузку взяли на себя А я почистила половину двери Вторую половину Вторую половину двери Два часа назад собирался пойти лечь А потом думаю, ну вот сейчас вот этот вот доделаю кусочек и пойду Ага А потом вот сейчас еще вот этот кусочек и все Увлекся И, ну Петров гений Гений Петров гений Мы пока не знаем, будет ли этот декор обязательно здесь Может быть, Андрей, все-таки другая палка будет, не эта Какая? Ну это уж больно страшная Это обыкновенная рейка Она легкое вообще явление, что мне нравились стихи Я не читаю стихи, не слушаю стихи, но Петрова нельзя не слушать Так аналогично я тоже почти сутки, да? С перерывом, чуть больше суток С перерывом на сон и дрова ты верстал этот фильм Да Да Я работаю У меня зато интересно Только такие зануды, как я, по-моему, могут такое делать Как прекрасен наш конференц-зал по утрам Здесь так солнечно и светло Мне с твоими глазами беда В них смешинки искрятся всегда В понедельник, в субботу и в четверг Улыбаются глаза твои для всех Я прошу Холодина такая Двадцать градуса Растает, словно дым Если хочешь, улыбайся Друзья, я бы хотел сказать вам, что надо Те, кто читает МТГ, обязательно подпишитесь на Дзен Кадыкчанский заметил Потому что многие главы Дзен банит И вы их не увидите, если вы не подписаны на канал Группа российских предпринимателей выкупили российскую часть голландского Яндекса И возможно, что Дзен как-то изменит политику Но пока что это чисто антинародная какая-то компания Которая ведет пропаганду либероидных ценностей Ничего русского, ничего советского здесь в принципе быть не может Они не продвигают такие материалы Они продвигают только то, что является развлекательным Подписывайтесь на Кадыкчанский заметил Дзен Скоро будет три года, как мы пользуемся этой тележкой У нее пробег уже как у мотоцикла Но когда ты ездишь с этой тележкой в руках Колеса снизу не видно и на них особого внимания не обращаешь А тут вот я присел Увидел, что у нас, оказывается, есть проблемы Смотрите, во что превратились колеса Это вероятно из-за того, что мы много эксплуатируем их зимой В любой момент мы можем остаться без тележки Теперь я понял, наконец, почему в магазинах Так много продается колес для тележки Я думаю, что же такое, это же не автомобиль Это машины ездят на больших скоростях по асфальту И у них резина истирается вот как на этом наждаке Она там горит, поэтому колеса приходится часто менять Оказывается, что для тележек делают такие колеса, которые тоже надо менять Практически раз в два-три года В связи с этим пришли в голову мысли, которые надо бы озвучить Потому что люди, которые борются за здоровый образ жизни Рассказывают о том, как много всего вредного в нашей жизни Какой-то алкоголь, какой-то холестерин У женщин это на бедрах, как это называется Я уже даже забыл слово, раньше каждый день по телевизору его слушал Так вот, люди похожи на чудаков, которые сидят за столом Едят из тарелок ложками цианистой калий И рассуждают о том, как вредно проходить мимо коровника Можно вдохнуть неприятный запах Что настоящие химтрейлы Это автомобильные трассы Любая автострада, даже простая асфальтовая дорога Это настоящая химия трасса Потому что по ней носятся машины Тысячи, сотни, миллионы машин У них горит резина Все это облаком поднимается в воздух А резина современная Это просто целый набор отравляющих веществ Там химии какой только нет И вот этим резиновым облаком мы постоянно дышим Везде И в городах, и в деревнях, и в селах Везде, где есть машины, которые ездят по асфальту Автомобильные шины, бэушные Являются опасным грузом То есть это опасные отходы Которые надо утилизировать особым образом А мы говорим о том, что Ай, нельзя курить! Да что такое табачный дым По сравнению с тем смогом, который висит в городах Где не то, что вся таблица Менделеева А весь полный набор Боевых отравляющих веществ Какие же мы все глупые! У Кати все есть в этом мире Даже собственный пляж Вот вы можете сейчас выйти И поваляться на песочке На горячем, на тепленьком Не можете! Катя может И никто из котов не может А Катя может Еще осенью Андрей Викторович Позаботился о пляже для Кати Хе-хе-хе Ой, ты пидашки! Вот так вот Вот так еще она умеет Да вот И мы думаем, что когда этот пляж мы уберем под дом придется нам заводить катя отдельный пляж примерно такого же размера с желтеньким речным песочком я даже думаю андрей тут надо лап поставить это вот да как вот которым растение то это может быть даже травку посадить чтобы она ее щипала мы сначала не понимали чё она а она тут оказывается вот так вот девушку которая привезла эту кошку к судорому подарила а а вот как кстати да мы вычислили вы что это жена алексея екатерина подарила своей свекрови вот эту кошку жену зовут катя и выехала сегодня из дома ехала и даже не удивлялась а просто восхищалась с высококлассная специалиста агрофирма судоромская достигли просто какого-то мега совершенства просто ювелиры какие-то они так выровняют дорогу словно это белый асфальт и не только здесь в центре а по всей по всей длине дороги вот такая идеальная широченная ровная дорога поэтому я всю зиму езжу на велосипеде спасибо вам добрые люди и и не знаю никогда может нет а может да но приходит а и и и и и и Что один из нас влюблён Ты чего, Катя? И сама не знаю я Может, просто мы друзья Ну, а может, и не просто Может, та судьба моя Каждый вечер жду его И боюсь я одного Вдруг он спросит, да или нет Вдруг он скажет, дай ответ Что сказать ему тогда Сейчас, Катя Где ты своё получишь? Катюша, да Она надеется Ну, всё завтра Ну, что-то делали потихонечку Может, даже солярка завтра Ну, солярной солярки пока нет Так я уже думала Если бы были тёплые дни То мы бы купили солярку И поехали бы на машине завтра Но дни холодные Выше десяти У нас, как бы, проблема О, вот это большой Двигать стенку рукой Над которой целый мезонин висит Это вообще Это механик О, газей Вот Мы кроили, да, сейчас Как нам надо И они тоже, да, так же Жили, кроили Вообще Это сдувать Однозначно Да Конечно Значит, никак Только Ставить вертикаль И к ней уже делать Этот пасмой Той 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 пасмой Это Пикша. А завтра 13 число у нас. Вот не сидится Андрей Викторовичу спокойно в 10 вечера. Пикшу поел и опять полез. И стенка выравнивается. Я даже не могла представить, что вот так можно выравнивать стены. Надо с этой стороны еще палку ставить. И высота-то... Миша Бутурин в своем доме с пола достает. Ой, держись. Минус 26. А мы собрались ехать в Вельск. Занимается заря зимняя. Очень красиво, но очень холодно. А главное, посмотри, как идеально почищено. Великой ходит. Великой ходит. Черные волки у нас ходят. Очень добрые. Великие реакции. Ой, дубак. Ладно, перейдут, походу. Подожди, везут. Ой, все же. Я же ходил, меж людей говорил. Был как все, хоть на всех не похожий. Сочинял даже каких-то тихий. Ну, я стою ни назад, ни вперед. Я живу даже не в половину. Что останется после меня? Ничего. Все как есть. Принимаю. Зевый сумрак дождливого дня. Хорошо, когда снежинки падают И от них становятся светлее Хорошо, когда тебя обрадует Твой дальнейший, твой любимый друг Деревенское телевидение, судоромофильм. Гостей встречаете? Вы прямо оттуда там живете? Судороми? У вас тут блогеры, да? Ну, нет. А тут мы только заливаем. Здесь готовят к отправке на фронт посылки для наших бойцов. А в цехе номер три вяжут масс-сети на шлемнике и маскировочные костюмы. Здравствуйте. Две рамки, на двух рамках сразу притек. Здесь бояра. Где начало? Я не знаю. Больше раз ваше действие. Вы знаете, с вашей день? Это с ними. Чтобы я сейчас протянула, чтобы оно не убедало. Это вам кто такой агрегат? У нас этот, вот такой, ребят, Роман, с Москвы привез, вот такой вот тут. Так, теперь, теперь надо вас просто вот так придерживать. И оно режет? И оно режет. О, батюшки святые. А я думала, что вы это. Вот это, башки себе открываются, а там... Вот, какие ножики. И сколько у вас таких вариантов в разу? Ну, это уже, наверное, пятый или шестой. Пятый или шестой. Ну, а расцветки, вот это вот сейчас, это, конечно, весна-леда, да? А другие сотрудники, взрослая команда? Сотрудники и одна. Есть у нас равнодушные люди, кто приходит там, но это именно в основном члены нашего отряда, активные, кто приходит. Где-то что-то помогает, когда попросишь, они... У вас где-то вот здесь, да? Смотрите дальше. Вот у вас идет сюда. Вот она сюда. Если это, значит, перекидываете внутрь, вот по этому рисунку вы смотрите. Вот вы сейчас сюда должны идти. Это галочка. Плати рука, а я буду петь, Чтоб укрыла сберегла, Парня моя сеть. От чужих и злобных глаз От старух с косой Ты, петелечка, зигзаг, Сбереги искрой Ну вот, мы прибыли к месту второй нашей встречи за сегодняшний день. Мы идем на заседание Совета ветеранов районной, центральной районной больницы. Здравствуйте. Судорому три года назад, в двадцать первом году переехали конкретно к дому, который раньше был Судоромской больницей. Это дом 1902 года с трёхсторонним мезонином, деревня Пайтовская. У Андрея корни по деду и по маме из Шенкурского района. Фамилия Едемская. Мама Андрея Едемская. У меня тоже корни из Архангельской области, из Шенкурского района. Моя мама. Я родилась там. И поехали мы этот дом просто посмотреть. Но мы поняли, что он нуждается правда в помощи, потому что он после того, как дошла больница, было общежитие, потом разделили на квартиры, перегородили всё. Большой достаточно архив. Вот одна из книг, это, наверное, самый такой ценный наш экспонат, это журнал регистрации новорождённых. Тоже долгое время с удрами фельдшером. Вот это вот 44-46 год. Лекции велись вот таким образом. Тоже сшитые, перешитые, поверх текста. Все учились в каких-то неизвестных учебных заведениях. Не представляете, что это такое? Выдача заработной платы, то есть вот эти платёжные документы, журналы. И есть книга приказов. Вот где-то с 35-36 года. Вот эти архивы есть, они сохранены. Так, с 35-36. Ну и далее, и далее. Так, и где они? Они непосредственно находятся в архиве. Так, Татьяна Юрьевна, да? А как вы сумели? Клятся. Чебукова, Вера Грибулина, же там заведомо... Обратитесь к Чистяковой Елене Николаевне. Она в Орг-метододеле работает. Вот она как раз Елена... Елена Николаевна. Как её найти там? Орг-метододел, напишите. Запишите ему телефон. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!